LAVA ORIGINAL FRI BOOST FRI BOOST Всем привет! Вы на канале Мир Музыки. Меня зовут Юра Полежаев. И сегодня у нас классные новинки от LAVA. Это Blue Lava Original FRI BOOST. Для тех, кто уже знаком с инструментами Blue Lava Touch, этот инструмент будет привычен и понятен, потому что практически геометрия корпуса точно такая же. Гриф у нас красное дерево, корпус HPL. И здесь очень интересная обечайка, которая наталкивает на мысль о возможной коллаборации с Икеей. Но здесь стоит другая электроника, чуть-чуть попроще, как на модели ME2. Итак, что же у нас тут есть? Три ручки. Первая ручка громкости с индикатором, в принципе, включения всего устройства. Ручка ревера и ручка эффектов. Из эффектов у нас два эффекта. Это хорус и дилей. Переключение хоруса и дилей у нас спрятано внутри. Такой небольшой тумблер вот здесь. И, в принципе, тут даже написано хорус и дилей. И также есть колесико внутри, которое добавляет или убавляет громкость микрофона. То есть пиза активна всегда, и микрофон можно при желании добавить или убрать. Итак, вот давайте ручку эффекта сразу выкрутим и оставим ручку ревера. Просто ревер. Ну, класс! Просто ревер встроенный в гитару без какого-либо подключения. То есть, представьте, вы приходите в какую-то компанию, достаете гитару и говорите, ребят, сейчас, слушайте, выкручивайте громкость на максимум, ревер на максимум и... Ну, класс! Просто... Просто класс! А если еще включить хитрый тумблер с эффектом, например, хорус, выкрутить ручку эффект на максимум и, например, такую тему... Компания Lava позаботилась о транспортировке всего инструмента и сделала классный чехол. Сейчас я вам его покажу. Вот он у меня здесь. Чехол и мягкий, и в то же время такой достаточно дутый, да, что, я думаю, смягчает какие-то внешние давления на инструмент. Что у нас здесь? Смотрите, карманчик один. Карманчик плотный. Мне нравится, что вообще в целом вот такая структура чехла достаточно упругая, да, несмотря на то, что чехол, в принципе, мягкий. Вот. Приятные замочки. Blue Lava тут. Брендинг. Так. Здесь тоже Blue Lava. Липучка на ручке. Ручка на липучке. Так. Давай откроем его, посмотрим. Ну, в принципе, да, вот эти штучки всякие, вот даже вот здесь, например, да, шильдик, где написано Blue Lava, это вот придает такой, знаете, шарм вещам, да? Итак, ага, вот как он открывается. Слушайте, он интересно открывается, то есть не как обычные, да, чехлы, то есть где-то вот здесь кончается замок, и с другой стороны он вот здесь вот начинается, а он как бы симметричный, то есть это выглядит как открытая пасть крокодила, смотрите, в которой хранится лава. Ну, классно. И вот это, конечно, тоже топовая вообще, топовый элемент, потому что, да, он действительно очень важную роль играет, когда гриф, да, не болтается вот так вот в чехле, а лежит вот на такой подставочке, плюс тут тоже липучка, и тоже на ней Blue Lava. Ну, все максимально приятно, комфортно, и чехол вот можно, кстати, назвать Lava Blue Touch, потому что он очень приятный на ощупь. Ну что, друзья, пишите в комментариях, как вам сие творение очередное от бренда Lava, приходите в мир музыки, смотрите сами, лично знакомьтесь с инструментом, трогайте руками, пробуйте это волшебство на ощупь, гитара звучит сама за себя, поэтому я думаю, что всем она очень понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на соцсети, и до новых встреч! Что еще можно сказать? Такая же, точно такая же гитара, но без начинки, то есть полностью акустический инструмент, без всего, даже без вот этого волшебного акустического ревера. Если, конечно, не играть в каком-нибудь суперкупольном помещении, где натуральный ревер. Субтитры сделал DimaTorzok